Здравствуйте! С вами Марина Рыкальна и программа «Дачные сезоны». Наступила календарная весна, и мысли о нашей даче посещают нас все настойчивее. Но на данный момент главная задача – вырастить здоровую и качественную рассаду. Присоединяйтесь! Как всегда, поработаем вместе! Каждый год 1 февраля я сею перцы на рассаду в торфяные таблетки. На данный момент моей рассаде всего 20 дней. И посмотрите, перец полностью своими корешками освоил торфяную таблетку. При выращивании рассады есть одно правило – она ни в коем случае не должна останавливаться в росте. Поэтому сегодня я буду пересаживать перец в горшочке объемом 200 мл с выдвижным дном. В качестве дренажа я буду использовать кусочки угля размером от 1 до 4 см. Дело в том, что уголь хорошо осушает почву и не дает корешкам подгнивать. А еще у угля высокая способность к лунному обмену. То есть он на своей поверхности задерживает питание, которое потом всегда смогут взять корешки. Для пересадки перцев я беру готовый грудь, потому что в нем есть все необходимое. Это смесь различной степени разложения торфа, биогумус, гуминовые вещества и такая добавка, как диатомид. Она богата кремнием. С перчика снимаем чехольчик. При пересадке перец можно заглубить, но не сильно, приблизительно на 1,5 см. Грунт уплотняем. В воду для полива добавляю 50 мл на литр водоросли хлорелла. В этой водоросли есть не только все необходимое для питания растений, но еще, попадая в почву, она способствует развитию полезной микрофлоры. В своей работе я использовала биологические грунты «Биокомплекс» и «Био-Энко». Если у вас нет возможности приобрести качественные грунты, то обогатите их такими добавками, как диатомид и сапропель. Препараты «Биокомплекс» можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Многие дачники, которые смотрят нашу программу, знают, что рассаде для нормального развития нужен калий. Но оказалось, что в отдаленных уголках не у всех есть возможность приобрести гуминовый калий. Что можно сделать? Насушите на батарее шкурки от бананов, а потом измельчите их. При пересадке рассады в каждый стаканчик добавьте в грунт по одной чайной ложке бананов. Но есть одно условие. Дело в том, что производители обрабатывают бананы специальными химическими препаратами для хорошего хранения. Так вот, сначала бананы нужно помыть в горячей воде с мылом. И только потом вы их можете насушить. Здравствуйте! Начинается рассадный период. Мы начинаем делать рассаду перцев, томатов, баклажанов. Но нужно выбрать грунт. Берем самый лучший грунт. Считаем, здесь есть органоминеральное удобрение, есть бактерии. Все. Вот многие так сажают. Но я считаю, любой грунт надо улучшить, потому что в нем не хватает кремния. Для этого мы добавляем циолит, чтобы влага удерживалась. Дальше нужно обязательно добавить яичную скорлупу. Для чего? Чтобы был кальций. Но не только. Вот эта скорлупа, когда вредитель подходит, натыкается на острые кромки, отходит. То есть яичная скорлупа является хорошим отпугивающим средством. Что еще нужно добавить? Костную муку. Костная мука имеет высокое содержание фосфора, кальция и немножко азота. Что еще нужно добавить? Сапропель для того, чтобы начался процесс жизнедеятельности. Плюс здесь макро-микроэлементы. Дальше что еще? Мука рыбная. Я лично буду обязательно добавлять для того, чтобы, например, помидоры были более вкусными, крупными. Чтобы в кисти, например, черри было большее количество томатов. Если вы считаете, что в вашем грунте не хватает азота, то есть такая добавка роглокопытная мука. Период разложения вот этого удобрения будет порядка трех месяцев. Ну, а если вы добавите шрот роглокопытный, то этого вам хватит на целый год. Вы думаете, все? Нет, не все. Вы должны сделать дополнительные будете подкормки. На начальном этапе нужны высокие дозы азотных удобрений. Вот, например, здесь 40%. А дальше вы смотрите на точку роста. Если точка роста будет слабой за счет высоких температур, вы должны удобрить 20-20-20. А потом вы даете удобрение с высоким содержанием и низким содержанием азота. Низкое содержание азота и высокое содержание кальция дает вам быстрое поспевание томата. Вы думаете, все? Нет, не все. Нужно бороться с болезнями. Есть очень интересная таблеточка, в которой есть 4 вида триходермы, 5 видов бациллюсов и одна азотфиксирующая бактерия. Это один способ. Второй способ. Есть такой бактериальный препарат, который позволяет быстрое перемещение элементов питания. Это второй способ. И еще есть вот такая бутылочка. Это биологический препарат, экологически чистый, для того, чтобы дезинфекцию земли сделать и брызгать потом на само растение, чтобы оно не болело. Есть чистейшая триходерма казанская, которая позволяет запустить эту триходерму в землю, чтобы вредной триходерме, вредной грибку места не было. То есть заполонить, и тогда у вас не будет проблем. А чтобы фосфор, калий у вас легко усваивался, вы даете фосфорно-калийные бактерии. И чтобы азот усваивался, азотные бактерии. Есть набор в виде таблеточек. Да, вот таких. Но вместо вот этой можете использовать триходерму вот в такой, в виде порошка. Это одно и то же. Просто концентрации здесь больше. Ну, а если у вас возникнет проблема с вредителем, и вам надо будет вот так побрызгать, да, побрызгать, и чтобы они быстро ушли, задохнулись и упали, вы используете рапсоловое масло. А если вы чувствуете, что у вас есть недостаток кальция, то есть такие средства, да. Ну, и еще последнее. Не забывайте снимать стресс с растения. Так вот, самарские дачники и фермеры, у нас есть все. Только мы должны знать, насколько вы готовы нас воспринимать. Желаю вам большого и надежного урожая. В своей работе я использую грунт оптимальный, волшебная грядка. Дальше удобрения фирмы «Новоферд». Американскую таблетку «Глебиома» «Биотомакс», «Микулафлор». Также биологические средства «Органика», биологические фунгициды «Алилингомаир», «Трихоцин» и другие. Все это дает гарантийный вам урожай. И мне, в частности. Семка Самара приглашает фирменные магазины с задачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500-900. В марте световой день прибавляется. А это значит, можно приступить к черенкованию декоративных культур. Успех черенкования во многом зависит от того, насколько полноценное питание получило ваше растение перед тем, как вы с него нарезали черенки. Поэтому за неделю до предполагаемого черенкования нужно покормить растение полным комплексным минеральным удобрением. Выбираем удобрение. И по инструкции готовим рабочий раствор. Кормим. Эту герань я буду черенковать через неделю. Для подкормки я использовала удобрение флорист-бутон. Колиус я подкормила на прошлой неделе. Срезаем с него черенки. Очищаем стволики. В воду, где у меня будут стоять черенки, я добавляю гуминовое калийное удобрение. Вот буквально 5 капель. Калий способствует лучшему корнеобразованию. И также я добавлю в воду пару кусочков угля. Это сдерживает рост гнилостных бактерий. Черенки должны быть погружены в воду на 3-4 сантиметра. По мере испарения воду не меняем, а добавляем. В своей работе я использовала удобрение калийной кумат натрия. Через 10 дней вы получите вот такой результат. Массу белых и здоровых корешков. Сегодня буду сажать. Петунии я сеяла в торфяные таблетки. И, как видите, они прекрасно взошли. Им сегодня 12 дней. И нужно еженедельно начать их кормить полным комплексным минеральным удобрением с преобладанием азота. Перед тем, как выбрать удобрение, внимательно изучайте инструкции. Преобладающим элементом в составе удобрения должен быть именно азот. Готовим рабочий раствор. Удобнее всего поливать петунии при помощи резиновой груши. Старайтесь во время полива не попадать на листочки. И следите, чтобы петунии ни в коем случае у вас не упали. Иначе они станут легкой добычей черной ножки. Для подкормки своих питуней я использовала удобрение «Флорист Рост». Рассаду взрослых декоративных культур, которая цветет или только собирается цвести на стадии ботанизации, я также кормлю комплексным минеральным удобрением. И это одно из моих любимых удобрений, и все благодаря его составу. Это удобрение содержит комплекс макро- и микроэлементов, также комплекс витаминов, природные гуминовые кислоты из лянордита и аминокислоты. Этот комплекс дает мощный толчок к развитию. Это удобрение называется «Риосил для цветущих растений». И дома, и на грядке все растения в порядке. Спрашивайте продукцию в магазинах вашего города. Дача – это не только кусочек земли, где мы с вами выращиваем урожай, но еще отдыхаем. Это я к тому, что летом захочется ярких красок. И уже сейчас можно приступить к посеву некоторых декоративных культур. Сегодня я посею львиный зев. Вот обратите внимание, я выбрала два сорта. Один из них 90 сантиметров высотой, а другой карлик – всего 20. Посев я буду делать в кассеты. В качестве дренажа насыпаю слой фиолита. Засыпаем универсальным грунтом для рассады. Друнт уплотняем. Далее увлажняем. Я заранее сделала мычки, чтобы не перепутать свои посевы. Можно вскрывать пакеты. Семена у львиного зева очень мелкие. Поэтому сеять я их буду прямо с пакетика. Равномерно распределяю по поверхности. А в этом пакетике всего 10 семян. Видимо, сорт какой-то очень ценный. Придется сложно. Придется сначала их на ладошку. Берем бамбуковую острую палочку, смачиваем. И аккуратно распределяем семена по поверхности. И таким же образом первый раз я буду сеять растение, которое называется Сан-Виталий. Это стелющийся кустарничек. Семена у него более крупные. Семена Сан-Виталий крупные. Поэтому я их присыплю слоем приблизительно пару миллиметров. А семена львиного зева я лишь слегка припорошу вермикулитом. Посевы закончены. Нужно все это увлажнить аккуратно из запрыскивателя. Накрываем парник крышкой и ставим в теплое место. Как всходы появятся, переносим под агролампу. И первые три дня досвечиваем круглосуточно. Затем до 14 часов в сутки. Своё рабочее место уступаю Ивану Якшину. Будем выбирать шикарные розы. Здравствуйте, уважаемые дачники. Сегодня мы будем выбирать розы для вашего участка. Начнем с роз шрабов. Что такое шраб? Шраб – это кустовая роза. Она невысокая. Высота розы 60-80 сантиметров. Объем куста – тоже около метра. Чем примечательны вот эти вот шрабы серии Рококо? Это пионовидные соцветия. Очень интересные расцветки. Хорошо переносят зиму. Цветут практически без перерыва. Далее роза Хэйди Клум. Это роза низкорослая. Высота этой розы около 40 сантиметров. Очень здорово смотрится вдоль бордюров. На первом плане в розаре плотный набитый цветок цветет тоже практически без перерыва. Кому нужно задекорировать вертикальное пространство, хорошо подойдут плетистые розы. Я представляю вот такие розы серии Гримпа. Высота этих роз 2-2,5 метра. Великолепное букетное цветение у розы Оранж Мэделина. А также роза Гримпан Кримпсон Глори. Одиночные цветы. Высота также около 2 метров. Великолепно чувствуют в наших климатических условиях. Очень интересная серия роз серии Пьяно. Это чайно-гибридные розы. Высота куста около метра-метр двадцать. Опять же, очень интересный цветок пионовидный. Хорошо зимуют в наших условиях под укрытием. В этой серии есть разные оттенки роз. Выбирайте на свой вкус. И главное, не забывайте кормить. Розы любят органические удобрения. Я хочу представить вот такие таблетки. Мы их уже рассматривали. Они содержат полный комплекс микроэлементов, витаминов и бактерий, которые будут кормить и защищать ваши розы в течение вегетационного периода. А также я хочу сегодня представить серию гуминовых препаратов, которые содержат комплексы фульвовых кислот. Гуминовых кислот – это основные компоненты плодородия почвы. А также необходимые элементы для ваших растений, такие как натрий, калий, йод, которые будут способствовать образованию хорошего урожая, цветения и защите растений. Выбирайте, экспериментируйте и получайте великолепные урожаи на ваших участках. В Центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122. Препарат, который я сегодня представил, называется «Гумат-7 плюс йод». Этот препарат помимо фульвовых и гуминовых кислот содержит необходимые микроэлементы, такие как железо, медь, цинк и другие, а также йод. Йод хорошо защищает рассаду от болезней и плюс стимулирует рост рассады. «Гумат-калия» – концентрированное удобрение, которое содержит ещё калий, который нужен для формирования плодов. «Гумат-натрия» – для чего нужен натрий? Натрий нужен для формирования бутонов и активного цветения ваших растений. «Гумел-люкс» – это концентрат фульвовых и гуминовых кислот. Этот препарат способствует лучшему плоду образованию, урожайность повышается до 30%. Эти же препараты могут представлены быть как в жидком, так и в сухом виде. И не забывайте применять микробиологические препараты для рассады и для взрослых растений, такие как огородников. Эти препараты содержат весь комплекс микроэлементов, аминокислот для начального роста растений, а также бактерии, которые будут кормить и защищать растения весь сезон. Всё большую популярность набирают партенокарпические гибриды огурца. И это неудивительно, ведь такое свойство, как партенокарпия, позволяет расти огурцам без опыления. А это значит, что наш с вами урожай не будет зависеть от насекомых опылителей. Сегодня вместе с вами будем выбирать коллекцию огурцов для посева в новом дачном сезоне. Первый урожай с гибрида огурца «Великолепная пятёрка» можно снять уже на 38-й день после появления всходов. Растения женского типа цветения – зеленцы массой до 85 грамм. Гибрид «Великолепная пятёрка» ультраскороспелый. Огурчики не горчат. Один из лучших для засолки. Следующий гибрид – пучковое очарование. Урожай с него можно снять уже на 40-й день. Зеленцы длиной 12 сантиметров. И этот гибрид устойчив к болезням. Пучковое очарование до 12 огурчиков в каждом узле. Ранеспелый. Следующий гибрид – пучковый десант. Урожай с него можно получить на 40-й день. Плоды массой 80-90 грамм. Белошипы. В каждом узле формируются 2-4 завязи. Пучковый десант – букетный тип цветения раннеспелый урожайный. Следующий гибрид называется зеленая гирлянда. Начало съемной спелости на 45-й день. В каждом узле формируется от 4 до 6 огурчиков. Длина – 7-9 сантиметров. Гибрид зеленая гирлянда – пучковый раннеспелый салатный консервный. Следующий гибрид называется хрустящий погребок. Это один из лучших гибридов для засолки. В одном узле формируется от 2 до 4 завязи. Их длина – 9-11 сантиметров. И самое главное, что этот гибрид никогда не бывает горьким. Гибрид хрустящий погребок – неприхотливый, пучковый, плодоносит долго. Следующий огурчик – веселые гномики. Это ультраскороспелый гибрид с пучковым расположением завязи. Урожай с него можно снять уже на 38-й день. В каждом узле целый букет корнишонов. Веселые гномики – портенокорпический гибрид. Завязывает 3-5 огурчиков в каждом узле. Не требует опыления. Следующий огурчик – деревенский разносол. Это пчелоопыляемый гибрид. Первый урожай с него можно снять уже на 38-й день. Растение женского типа цветения. В каждом узле 3-4 завязи. Огурчики длиной 10 сантиметров. Деревенский разносол – портенокорпический гибрид. С длительным периодом плодоношения. Без горечи и пустот хрустящий. Следующий огурчик – ребятки с грядки. Это высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид. Одновременно на растение наливается большое количество завязи. И он устойчив ко многим болезням. Ребятки с грядки. Огурчики в засолке остаются плотными и хрустящими. Без горечи. Мечта дачника. Это раннеспелый портенокорпический гибрид. Урожай, с которого можно снять уже на 42-й день. Средняя масса плодов – 100 грамм. И они короткие. Мечта дачника – пучковый, черношипый, консервный, засолочный. Огурец дымовенок – это средне-ранний гибрид, который начинает плодоносить на 45-й день. Зеленцы крупнобугорчатые до 100 грамм. И этот гибрид устойчив к болезням. Дымовенок – гибрид женского типа цветения с длительным периодом плодоношения. Огурчики без горечи. Следующий огурчик – баловень – скороспелый, челопыляемый гибрид, который плодоносит на 45-й день. В одном узле у него 2-3 завязи, их масса – 90 грамм. Баловень с пучковым заложением завязи, черношипый, идеален для засолки. Выбирайте качественные гибриды и получайте высокий урожай. Лозунг фирмы – гарантия качества, чему их продукция и соответствует. Подробную информацию о сортах и гибридах агрофирмы «Аэлита» адреса точных магазинов в вашем городе можете узнать на сайте компании www.ailita.ru Еще одна культура, которую мне сегодня предстоит посеять – это стевия. Натуральный, природный и безопасный заменитель сахара. Эта травка слаще сахара аж в 30 раз. Посмотрите на семена. В пакетике их очень мало. Я заранее залила таблетки горячей водой, чтобы их продезинфицировать. Они остыли. И теперь влажной палочкой я переношу семена на поверхность таблетки. Семена стевия высевают поверхностно. Накрывать их грунтом ни в коем случае нельзя. После посева накрываем парник прозрачной крышкой. Всходы должны появиться на свету и ставим его в самое теплое место. Сегодня я сеяла стевию сахарок от фирмы «Аэлита». Посмотрим на результаты всходов. Есть такая наука «Алелопатия». Она изучает совместное влияние культур, которые растут рядом с друг другом. И все мы, наверное, знаем, что есть культуры, которые друг на друга хорошо влияют, помогают отпугивать вредителей и болезни. А есть, напротив, культуры, которые ни в коем случае нельзя сажать. Ну что ж, наука сложная. И вся эта информация, согласитесь, не всегда помещается в нашей голове. Так вот, производители о нас позаботились. И создали серию семян, которые называются дуэт. В каждом пакетике уже лежит пара культур, которые будут хорошо развиваться и расти вместе. Первый дуэт – это капуста, брокколи, мачо и сельдерей, ванюша. Все мы знаем, что сельдерей выделяет ароматические вещества, и, скорее всего, он будет защищать капусту от вредителей. Следующий дуэт – это гибрид огурца домовой и капуста кальраби повариха. Огурец домовой – портенокорпический гибрид, поэтому его мы будем выращивать в теплице. А в подножие к огурчику можно высадить рассаду этой капусты. Ну что ж, с одного квадратного метра соберем двойной урожай. Для любителей пряных культур два сорта базилика – философ и василиск. Один с зелеными и с мелкими листочками, а другой с крупными и с бордовыми. Ну что ж, я думаю, эта парочка будет не только полезной, но и весьма эффектной. Скороспелая петрушка «Бисер» и средне-ранняя морковь «Дружок» вполне уживутся на одной грядке, так как поспеют они приблизительно в одно время. Своим запахом петрушка будет отпугивать вредителей от моркови. Также петрушка «Бисер» хорошо уживется с таким крупным интердерминантным томатом, как ля-ля-фа. И посадить их в этом случае можно будет в теплицу. И последний дуэт – это два огурчика. Оба раннеспелые и портенокорпические. Посадить их можно в теплицу. А называются они «Папенькина дочка» и «Маменькин любимчик». Ну что ж, прекрасный вариант, и можно устроить соревнования между детьми на грядке. Отечественные семена «Гавриш» – гарантия генетической безопасности. Спрашивайте в магазинах вашего города. На этом наша программа подошла к концу. С вами с удовольствием работала Марина Рыкальна. Я надеюсь, была для вас максимально полезна. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!